На матч четвертого тура против Минчанки у Ленинградки снова случились кадровые проблемы. Получила небольшое повреждение в матче полуфинала Кубка России Елизавета Самадова. И пришлось форсировать возвращение в строй капитана Марии Фроловой. Расчет тренеров был на то, что Фролова будет выходить на заднюю линию, уступать место нападающим на передний и снова возвращаться на усиление приема. Но как не волновались, прием Ленинградка выдержала. Сделала это и Анастасия Маркова, и Мария Фролова. Также отлично принимала Алина Кузнецова. Правда, в нее подавали немного, но основная нагрузка на приеме легла как раз на доигровщицу Анастасию Маркову. В первом сете все достаточно сложно получалось с нападением у хозяек площадки, потому что просто здорово сыграла на блоке команда соперника. 11 очков набрала Менчанка блоком в первом сете. Это, конечно, потрясающие цифры. Лучше других сыграла блокирующая Надежда Столяр. Плюс еще к удачным четырем блокам добавила очень приличную игру в атаке. И, конечно же, по-другому счет просто не мог сложиться. 27-25. Ленинградка победила в первой партии. Ну а дальше во втором сете вроде бы уверенное начало, но, конечно же, такая опытная и грамотная команда, как Менчанка, просто не дала расслабиться и наказывала противника за небольшой брак, за какие-то просто нелепые ошибки, когда Ленинградка боролась на задней линии, а потом вдруг некому было сделать второе касание. Но, тем не менее, очень нестандартно действовал здесь и тренер команды хозяев. Сразу же произвел две замены. Анна Лунева и Анна Матиенко играли на позиции блокирующие и связующие. Соответственно, эту встречу начинали не помнящих и Перепелкина, но потом выход игроков замены игру усилил. Ну а что касается третьего сета, то он полностью прошел под диктовку Ленинградки, потому что получалось все. Лучше других сыграла Анастасия Горелик, забила практически все, что дали. Не без ошибок, конечно же, три подряд ошибки на подаче. Вот так полкруга Ленинградка прошла, подачу потеряла, но за счет других удачных действий удалось очень уверенно выиграть третью партию. Виктор Гончаров делал двойную замену и даже поставил Ольгу Богданову, которая начинала эту встречу на позиции доигровщика, в диагональ. Но как-то не особенно эта замена сработала за Минчанку и пользы им большой не принесла. Тем не менее, нужно отметить очень хорошую игру сетки блокирующих, игру Оксаны Ковальчук и, конечно же, более других, загруженную на приеме Екатерину Сокольчик. В нее в основном подавала Ленинградка, особенно когда убрали с площадки высокую нападающую Ольгу Богданову. Ну и дальше уже у гостей просто не хватило сил. 3-0 и очень важная победа Ленинградки на своей площадке. Команда пока побеждает. В прошлом туре в пяти сетах обыграли Краснодар. Ну и вот в сегодняшнем матче в трех партиях обыграли гостей из Белоруссии. Поздравим с возвращением на площадку Марию Фролову. Как-то всей командой сыграли хозяйки, но Менчанке немножко не хватило для того, чтобы бороться, особенно в третьем сете. Но прекрасные действия у сетки позволили сражаться в двух первых партиях. Поздравим Ленинградку с победой! Поздравим! 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 Продолжение следует...